Я администратор проекта, который изначально появился в соцсети, то есть ВКонтакте. Это было 9 лет назад, в следующем году. Проект «Конакова их 20» отмечает свое десятилетие. Начался он с того, что в редакции газет «Заря», главным редактором, который я сейчас являюсь, были найдены старые негативы, они были отсканированы, там очень интересные кадры были «Конаковской жизни» 80-х годов прошлого века. Ну и пошло-поехало. Потом, значит, когда это все было выложено в группу, людей это очень заинтересовало, стало приходить какие-то отзывы, люди стали посылать свои фотографии, приносить коробками негативы, которые им не нужны, там где-то были найдены. И вот мы пришли к этому. И вот это выставка фактически, это тут почти все фотографии, или большая часть, это из архива фотографа Владимира Яшкова, который творил в 70-е, 80-е годы прошлого века. Он был фотографом «Конаковской ГРЭС». Эта коробка пришла к нам в проект, по-моему, лет 7 назад. Нам ее принесли через друзей, там через третьи руки, кто-то из его родственников, поскольку сейчас его нет живых. И мы ее оцифровали, я ее оцифровал. Года три все это лежало, ждало своего часа, и потом, чтобы систематизировать, как-то атрибутировать и выложить в свет. Люди стали смотреть, стало всем очень интересно, потому что сами видите, тут жизнь города, там, «Конаковской ГРЭС», начиная, наверное, с середины 60-х, да, и вот позднего социализма. Вот, и библиотека решила оперативника сделать высказку. То есть они сами все это распечатали, сами выбрали с нашей группы, да, вот, и показали людям, вот она будет работать. Проект был основан официально в июле 2012 года, 2012 года. То есть в июле следующего года ему будет действовать. Наш проект увидел на федеральном конкурсе прессы в Богомысе, который был в 2017 году. Вот, «Всероссия» он назывался, он там получил второе место среди районов за социально значимый проект. И губернатор потом отметил также в областном конкурсе журналистского мастерства «Грани» гран-при. Я как человек не могу, когда такие вещи пропадают, своего рода фотоархеология. Вот такая миссия. Поэтому еще второй такой момент, когда человек видит фотографии, которые 20 лет, 30 лет назад, он сам себя увидит либо молодым, либо каких-то своих родственников, и он пишет в комментариях, «О, это же я, или это там дядя Вова, у нас такой фотографии нет, вот я прям как на машине времени». Ну, я думаю, что это самое главное. Поэтому приходите на эту выставку, посмотрите. Она будет работать ориентировочно, наверное, ну, числа до 10 декабря, то есть еще недельки-две, да, она здесь повисит. Ну и, соответственно, заходите в проект интернет, смотрите, там этих изображений с измеримы больше. Кто интересует, так сказать, историей нашего края, да, недалекой, кто хочет вспомнить, ностальгнуть, так вот, да, ну, для этого это самое большое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова